Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Илья, и сегодня мы продолжим разговор о Ruby on Rails. Давайте сразу проверим, не появилось ли каких-то новых джемов, которые используются в нашем приложении. В частности, я точно знаю, что вышла новая версия Rails. Вот она 6.1.4. Там, в принципе, ничего особо такого нового нету, поэтому можно смело все это дело обновить. Кроме того, можно сказать, yarn upgrade для того, чтобы обновить все библиотеки, которые мы поставили с помощью yarn. Теперь, что касается сегодняшних тем. Ну, в первую очередь, давайте откроем контроллер для наших с вами вопросов. И здесь мы видим, что эти вот строчки find by, они дублируются аж в четырех местах. В принципе, можно все это дело упростить с помощью так называемых before action. Before action — это действие, которое выполняется до того, как запускается, собственно, сам метод. То есть, сначала делается before action указанный, или несколько даже экшенов, после чего, собственно, выполняется метод. Так вот, в этом самом before action я хочу запустить метод, который называется find question, например, или можно сказать set question. В общем, это неважно. И я хотел бы, чтобы данный метод, данный before action запускался только для show, destroy, edit и update. То есть, перед вот этими четырьмя методами, чтобы запускался set question. Теперь внизу вот в private мы объявляем, собственно, set question. И внутри этого самого set question мы напишем, что, дескать, question равно. И вот это все дело сюда вставим. Соответственно, эта переменная будет объявлена, она будет видна в других методах класса, поэтому здесь в методе edit, update, destroy и show мы эти строчки все с вами можем убрать. Теперь возникает интересный вопрос, а что будет, если пользователь попытается обратиться к вопросу с несуществующим айдишником? Вот, к примеру, у меня есть вопрос номер 4, но при этом вопроса там с кучей пятерых в конце у меня нет. Я он говорит, что метода нету. Почему? Потому что вот здесь на этой первой строке question имеет значение nil, потому что такого вопроса с таким айдишником нету. Относительно этого дела мы пытаемся вызвать title, но у nil метода title нету. Поэтому здесь возникает ошибка no method error. В принципе, ну, есть несколько вариантов того, как это решать. Можно здесь поставить какую-то проверку if, найден вопрос или нет. Если, скажем, вопрос не найден, можно делать redirect. Либо можно использовать немножко другой метод, который записывается просто как find. Он будет искать по айдишнику. Давайте еще раз обновим страничку. И теперь здесь возникает совсем другая история. Возникает ошибка record not found, но возникает она прямо в контроллере. То есть вот прямо на этой строке, как только не удалось найти вопрос, возникает вот такая ошибка. Ну, и мы можем ее отслеживать и предпринимать какие-то действия. В частности, у нас есть application controller. Это, грубо говоря, базовый родительский контроллер для всех других. То есть от него наследуют все другие контроллеры, в частности, questions controller. И в application controller мы можем написать вот такую конструкцию, которая записывается как rescue from. То есть обрабатывать ошибку, которая называется active record not found. И обрабатывать ее следует в методе, который называется not found. Давайте создадим этот метод not found. Это будет такой private метод not found. И в нем мы можем сказать render file. Файл, который мы будем выдавать на экран для пользователей, лежит в директории public. То есть он сгенерирован был автоматически приложением Ruby on Rails. Вот он здесь 404 html. То есть здесь есть базовые стили. И здесь будет написано, что не удалось найти запрошенную страницу. Естественно, этот файл можно самостоятельно модифицировать. Это просто обычный файл html. Никаких вставок на языке Ruby здесь быть не может, потому что он живет в директории public. А те файлы, которые живут в директории public, они через приложение Ruby on Rails как бы не проходят. То есть они сразу отдаются пользователю. Здесь также обратите внимание, что мы говорим layout false. То есть этот файл мы выдаем просто сам по себе, безо всяких дополнительных лейаутов. В качестве статуса, то есть кода состояния, мы говорим not found. Кроме всего прочего, этот метод принимает exception, то есть та ошибка, которая, собственно, произошла. Мы можем сказать logger.warn exception для того, чтобы в журнал событий Ruby on Rails записать вот эту вот ошибку возникшую. В принципе, это делать необязательно, но можно. Итак, теперь я обновляю страницу, и мы видим, что нам выдается стандартная страница Ruby on Rails. И здесь, в принципе, вот мы видим, что вот она записана, наша ошибка, что найти это дело не удалось. И он делает рендер вот этого файла. Собственно, все. Соответственно, код состояния мы видим 404 not found. Происходит это как раз благодаря тому, что мы здесь написали not found. Хотя, если честно, вот эти rescue from лучше убирать в отдельные модули, которые в Ruby on Rails называются concerns. В частности, вот здесь есть директория concerns. Давайте тут создадим error handling RB. И в этом самом error handling мы запишем следующую штуку. Значит, мы делаем extend active support concern, то есть делаем extend данного модуля. И когда вот этот error handling включается в какой-то класс, мы, смотрите, мы вещь вот эту отсюда заберем и скажем, что необходимо в класс добавить вот эти методы, то есть всю вот эту часть нужно добавить в тот класс, где этот модуль был подключен, по большому счету. То есть concern это, в принципе, обычный модуль с некоторыми дополнительными, будем говорить, суперспособностями. Теперь давайте тут скажем include error handling. и все, в принципе, у нас должно с вами сработать корректно. Обновим еще раз страницу, чтобы удостовериться, что все это работает. Теперь, если я перейду на существующий вопрос, то он тоже открывается. То есть таким образом мы с вами сейчас обработали вот такую вот типичную ошибку, когда что-то не найдено. Теперь следующий момент. Это, конечно, момент, связанный с тем, что вообще-то у нас приложение создано для того, чтобы отвечать на вопросы. Пока этого делать нельзя. Поэтому давайте мы создадим новую модель, которая будет называться answer, то есть ответ. Опять же, в единственном числе мы здесь пишем. И answer будет себе содержать, ну, наверное, тело ответа. Но здесь еще очень важная вещь, что этот ответ должен быть привязан к конкретному вопросу. То есть нам нужно создать отношение между таблицей с вопросами и ответами. Такое тип отношения называется один ко многим. То есть один ответ может принадлежать только одному вопросу, но при этом один вопрос может иметь множество ответов. То есть здесь мы должны сказать, что question belongs to. То есть мы вот так вот выстраиваем это отношение. Иными словами, ответ будет принадлежать вопросу. Давайте теперь посмотрим на миграцию, и посмотрим, что нам там сгенерировалось. В принципе, тут сгенерировалось все довольно правильно. То есть мы видим, что вот, пожалуйста, у нас тело нашего ответа. И дальше мы говорим, что этот ответ принадлежит такому-то вопросу. Метки времени мы здесь отставим. Поле ID будет добавлено автоматически. Теперь применим миграции. Напоминаю, что миграции будут применены только те, которые еще не применились. Поэтому у нас создается только одна таблица. Теперь мы можем открыть файлик schema.rb и посмотреть, что у нас тут написано. Мы видим, что было создано здесь поле, которое называется question ID. То есть с помощью этого поля мы будем осуществлять привязку. Если говорить грубо, то question ID в этой таблице будет связывать нас вот этой таблицей, используя поле ID. Оно здесь в схеме не указано, но оно как бы тут есть. То есть мы будем делать связку между полями ID и question ID, таким образом говоря, кто, значит, на ком стоял. Здесь, смотрите, у нас добавилась сразу вот эта вот штука belong to, для того, чтобы в коде мы тоже могли эти отношения использовать. Но нам вот нужно это отношение создать еще на стороне question. На стороне question мы напишем has many answers. Причем обратите внимание, что здесь множественное число. Почему? Потому что ответов много. Здесь число единственное. Почему? Потому что вопрос только один. Теперь, если я открою свою консоль, я могу найти вопрос первый. Вот он наш вопрос. И теперь для этого вопроса доступны новые методы. В частности, я могу сказать question.answers. То есть он будет вытаскивать все ответы, которые привязаны к этому вопросу. Но тут мы видим, что ничего нет, потому что, собственно, ни одного ответа пока еще и нет. Но мы можем сказать, что у нас есть новый ответ answers.build. Тело будет my first answer. Этот ответ будет сразу привязан к вопросу. Посмотрите, здесь поле question.id было установлено для нас автоматически. Почему? Потому что у нашего вопроса айдишник именно 4. То есть если здесь айдишник 4 и тут айдишник 4, то мы можем всегда понять, кто к кому относится. Теперь мне остается просто сказать save. И мы видим, что у нас появился новый вопрос. То есть вот мы можем сказать answer.all. Вот он тут, пожалуйста, есть. Он привязан к вопросу с айдишником 4. И мы можем сказать question.answers опять. И вот, пожалуйста, у нас выдается набор или коллекция данных, состоящая из одного ответа с айдишником 1. Тут айдишник, естественно, свой, потому что это отдельная таблица. И вот идет здесь привязка. То есть таким образом мы можем очень легко создавать вот такие вот замечательные отношения. Теперь возникает вопрос, как это все сделать в форме. Потому что форма нам обязательно будет нужна. Естественно, нам потребуется отдельный контроллер, который будет обрабатывать создание этих самых ответов. Поэтому мы сразу создадим answers-контроллер. Наследует он опять же application контроллеру. Хорошо. Теперь, что касается маршрутов. Ну, с маршрутами тут немного такая интересная у нас сейчас будет история. Давайте вот откроем наши маршруты в config routes. Посмотрим сюда. То есть у нас есть уже ресурс вопросы. Но дело в том, что ответы, они как бы должны быть привязаны к этим вопросам. Поэтому я сделаю такую интересную штуку, как вложенные маршруты. И вот здесь в этом блоке скажу ресурсы, ответы. Ну и пока я скажу only create. Ну давайте пока только create укажем. То есть, грубо говоря, что ответы пока можно будет только создавать. Что это нам все, дорогие друзья, даст? Давайте запустим сервер. И перейдем на такую замечательную страницу, как rails-info-routes. Он перечисляет все маршруты, которые есть в приложении. То же самое можно сделать с помощью команды rails-routes в консоли. И теперь обратите внимание вот на этот маршрут. Здесь мы видим, что маршрут собой представляет следующую конструкцию. Questions, потом ID-шник вопроса и потом только answers. То есть с помощью вот такого сложного маршрута мы сможем, грубо говоря, объяснить. Не просто, что мы создаем ответ, но и то, что мы создаем ответ для конкретного вопроса. То есть это более сложный вложенный маршрут, который будет обрабатываться контроллером ответы метод create. Но здесь, в этом маршруте, мы сразу указываем ID-шник того вопроса, на который мы пишем, собственно, наш ответ. Потому что иначе будет непонятно, как привязывать ответ к вопросу в нашем, грубо говоря, контроллере. И здесь обратите внимание, вот у нас именно helper, да, будет именно вот такой question on source path. Теперь, что касается самой формы, где ее мы будем выдавать. Можно, конечно, создать отдельную вообще страницу для формы, но это быть неудобно. Гораздо проще. Смотрите, у нас вот уже есть это представление, которое называется шоу именно для вопроса. То есть на этой странице мы просто указываем тот вопрос, который пользователь задал. Почему бы нам прямо здесь не выдать форму и в этой форме, собственно, позволить ответить на этот вопрос? Кроме того, здесь же мы можем потом выдать еще и список всех ответов, которые на данный момент есть. Поэтому для того, чтобы это сделать, мы откроем questions controller, найдем метод show. Сейчас он пустой, потому что мы все это дело вынесли в setQuestion. Но я хотел бы еще здесь сказать answer равно question answers build. То есть я хочу в памяти создать новый образец класса answer, но при этом сразу привязать этот ответ к вопросу с помощью вот такой вот конструкции. То есть здесь обратите внимание, будет именно build, а не new. Именно build. Давайте этот answer теперь используем. Ну и здесь пока просто скажем inspect для того, чтобы посмотреть, что она там насоздавалась. Итак, обновляю страницу. Вот он наш новый ответ, который пользователь будет сам заполнять. Посмотрите, опять же, очень важно, question ID тут уже указан. То есть мы сразу узнаем, для чего мы создаем ответ. Теперь делаем форму. Ну, значит, уже знаем мы, что есть helper, который называется form with modal answer. Ну, далее здесь мы выведем стандартные вот эти поля. Вот эту штуку давайте уберем. Посмотрим, что у нас получилось. Итак, сейчас мы видим, что это не работает. То есть он пытается найти путь answers path, но такого пути у нас нет, потому что у нас путь более сложный, который записывается как question answers path. То есть нам надо как-то это все дело усложнить. Для этого вот здесь вот мы передадим именно массив и сюда добавим question. То есть мы говорим, что нужно сгенерировать путь на основе двух вот этих компонентов сразу. Теперь, если я обновлю страницу, то я увижу, что у меня все работает. В частности, вот если я посмотрю с помощью инспектора, я увижу, что form action ведет именно на questions 4 answers. То есть здесь как раз уже теперь все правильно. То есть он ведет куда нужно. Здесь единственное, мы видим, что как-то формы лепятся немножечко к этому всему делу. Давайте все это что-ли стилизуем как-нибудь. Во-первых, здесь делаем hr и добавим тут марджины что-ли. Например, margin pass y 3 поставим. Ну так еще более-менее. Здесь можно, в принципе, сказать write your answer. Как-нибудь так. Ну теперь это еще более-менее прилично выглядит, хотя, конечно, можно дальше это все дело стилизовать. Теперь я нажму submit. Но мы видим, что для контроллера answers controller метода create нет. Возвращаемся в answers controller. Действительно нету такого метода, но мы его сейчас создадим. И давайте просто посмотрим с помощью plain текста, что там у нас в параметрах присутствует. А в параметрах у нас, собственно, присутствует все, что нужно. То есть он говорит, что вот он наш answer с таким-то телом. И вот отдельно у нас идет question id. Пожалуйста, мы этот question id можем всегда задействовать. Давайте скопируем название этого поля. И скажем здесь, что, во-первых, надо найти вопрос. Этот вопрос мне нужен найти почему? Потому что мне вообще-то нужно проверить, что вопрос, для которого пишется ответ, на самом деле существует. Что такой запрошенный id-шник есть. Это довольно важная штука. Либо можно даже опять здесь создать метод, как мы это раньше делали, setQuestion. И здесь, собственно говоря, вот эту штуку добавить. Кстати сказать, коль скоро вот эта строка может выдать ошибку, я бы, честно говоря, этот метод назвался setQuestion с восклицательным знаком, говоря, что это, так сказать, опасный метод, который может вернуть ошибку. Теперь мы здесь скажем before action. Эту штуку сюда добавим. Обязательно поставим двоеточие, потому что это символ. Здесь давайте тоже переименуем этот метод вот так с восклицательным знаком. Замечательно. Ну и теперь нам, собственно, осталось для question создать answer с помощью build опять. И задействовать те параметры, которые пользователь прислал. Нас будет интересовать только один параметр, который называется body. Опять же, давайте задействуем старый подход, который мы делали вот здесь вот в question params. Давайте я прямо эту штуку скопирую, ее сейчас модифицирую. Теперь это будет не question params, а answer. Params, answer. И здесь будет написано body. Теперь этот answer парамс мы здесь задействуем. То есть делаем практически все то же самое, что и раньше, за единственным исключением. Мы создаваемый ответ привязываем к вопросу. Вот и все. Больше тут особо никакой разницы нет. Теперь мы скажем, что если answer save, то тогда мы говорим flash success answer created. И делаем редирект на страницу вопроса конкретного, question path. В единственном числе, потому что это один вопрос. И сюда в качестве аргумента передаем тот вопрос, куда мы хотим сделать редирект. Отсюда я напоминаю автоматически вытащится айдишник и будет сгенерирована правильная ссылка, куда нужно сделать редирект. Если же вот это дело создать не удалось, то нам, видимо, нужно отрендерить эту страничку еще раз. В частности, чтобы отрендерить страничку, которая лежит в другой директории, потому что по умолчанию будет Ruby on Rails искать в директории answers представление, но нам нужно искать не в директории answers, а в директории questions. Нас будет интересовать представление вот этого вот show. Так вот, чтобы в другой папке что-то отрендерить, из другой папки, мы скажем просто questions.slash.show. Теперь, ну, нам осталось, наверное, добавить валидацию какую-нибудь сюда, в частности, сказать, что validates body presence true length minimum, ну, скажем, 5. Ну, что это за ответ меньше, чем 5 символов? Это будет как-то странно. Единственное, что еще, нам нужно выдать вот этот вот паршал с ошибками, так как мы этот паршал уже создали, нам нужно его просто задействовать. И, скажем, вот сюда вот его добавить, объект у нас будет теперь, дорогие друзья, answer, потому что мы для него хотим выдавать возможные ошибки. Теперь возвращаемся обратно. Так, ну что, давайте нажмем submit вот так вот. Ничего не работает, потому что объект у нас имеет значение nil. Да, прошу прощения, давайте здесь везде поставим собачки, вот так вот, потому что иначе будет от переменной не видна. И теперь мы видим, что все работает, то есть он мне говорит, что вот, пожалуйста, тело ответа не может быть пустым, и оно должно быть хотя бы 5 символов. Вот оно красным помечается, то есть мы видим, что все работает. Теперь я скажу my first answer, нажимаю submit, он говорит, что ответ был создан, но, естественно, так как мы сейчас ответы эти нигде не выводим, то их и не видно. Ну, почему бы нам их просто не вывести? Для того, чтобы их вывести, давайте вернемся в questions controller method show. Ну что ж, здесь давайте создадим новую переменную, которая называется answers, то есть все ответы. Скажем answer.all, либо можно даже делать все отсортировать и сказать created.add, это поле в базе данных, и desk, то есть descending, то есть сортировка будет по убыванию. Иными словами, самый свежий ответ будет с самого верху. Потом, если сделаем голосовалку, то можно будет сортировать по количеству голосов, отданных за какой-то ответ, но сейчас голосов нет, поэтому сделаем так. Теперь здесь в представлении скажем answers, и тут скажем answers.each, answer, вот так вот. Сразу это дело закроем, и с маленькой буквы напишем. Тут поставим знак процента, и теперь давайте выдавать эти замечательные ответы. Ну, можно, во-первых, сразу использовать time, date, time для того, чтобы писать, когда ответ был создан. Можно вот этот формат от created.add позаимствовать из question, потому что здесь все будет абсолютно идентичное. Где у нас наш ответ? Вот он. Потом этот метод можно, кстати, вообще вынести в отдельный модуль. Сейчас этого делать не будем в целях экономии времени. Так, здесь у нас, значит, получается answer. Вот так вот. Здесь у нас, как вы понимаете, тоже получается answer. Ну, и здесь мы скажем что-нибудь в духе параграф, и просто выдадим тело нашего ответа. Ответа вот здесь вот. Обновим, и видим, что вот у нас два наших ответа. Ну, так как один я создал через консоль, вот он вылезает. Второй, вот он, в общем-то, тоже вылезает. Стилизовать я это сейчас не буду. Можете это стилизовать самостоятельно. Единственное, давайте здесь сделаем отступ, чтобы у нас вот эта штука не лепилась. Поэтому, скажем, margin top, ну, 4, предположим, или даже, может быть, 5. Ну, да, вот где-то 5, оно нормально. То есть, вот они, наши ответы пошли. Теперь, естественно, возникает вопрос, а как их удалять? Как их уничтожать, эти ответы? Ну, для того, чтобы их уничтожить, мы здесь добавим метод, который называется destroy, и обновим страничку с маршрутами. Теперь мы видим, что появился новый маршрут, который выглядит вот таким вот образом. То есть, дескать, что у нас нужно передать сразу будет и ID-шник вопроса, и ID-шник ответа. Давайте скопируем вот этот вот хелпер и его задействуем. В частности, вот здесь в show я хотел бы отдельно вывести кнопку, которая будет сгенерирована с помощью link to, мы здесь, скажем, delete. Тут мы используем наш хелпер. И теперь, смотрите, порядок следования какой. Сначала идет ID-шник вопроса, потом идет ID-шник ответа. Значит, вот этот порядок следования мы должны с вами учитывать. Тоже сначала указываем вопрос, и только потом ответ. То есть, порядок здесь тоже очень важен, чтобы ID-шники вот этих вот объектов подставились на правильные места. Кроме прочего, всего скажем, что это кнопка, кнопка danger, кнопка маленькая. Будет с помощью XS мы ее давайте вот так вот сгенерируем. Также я хотел бы, наверное, каждый вопрос обернуть в артикл, чтобы у нас эти вопросы можно было стилизовать отдельно. В частности, мы скажем, что, например, класс будет margin-bottom 3 для небольшого отступа. Так, проверяем, смотрим. Вот кнопка delete. Здесь вообще-то надо бы еще линии какие-то поставить. Ну ладно. Теперь смотрим с помощью инспектора и видим, что вот она наша ссылка. Она выглядит совершенно корректно, но мы тут забыли поставить еще дополнительные всякие вещи. Вещи эти, связанные с атрибутом data, про них я уже рассказывал в одном из прошлых видео. В частности, мы скажем, что метод будет delete и confirm are you sure. Так, нажимаем, проверяем, все вылезает. Нажимаем ok. Метод destroy нет. Понятное дело, что его нет. Это не беда. Сейчас мы его создадим. Метод destroy. Здесь, опять же, мы можем сразу сказать setQuestion. Кстати, обратите внимание, что если писать beforeAction setQuestion и не писать здесь only дальше, как мы это делали вот здесь, то в этом случае beforeAction будет сделан для всех вот этих методов. И для create, и для destroy. Здорово. Теперь у нас, соответственно, question уже есть, поэтому мы скажем, что questionAnswersFind. Далее мы здесь передадим params.id. Почему id? Потому что, опять же, вот этот id-шник, он указывает на id-шник ответа. И теперь мы говорим, что мы нашли answer. Мы скажем destroy. Мы скажем flash success answer deleted. И мы скажем redirect. Давайте я скопирую, потому что мне это лень печатать заново. Мы делаем redirect обратно на страницу вот этого вот вопроса. Собственно, все. То есть, таким образом вы можете работать с связанными вот этими записями. Итак, еще раз переотправим эту форму. И видим, что пишется answer deleted. И мы видим, что ответ остался только один. Давайте еще раз попробуем удалить. Удаляем. Теперь ответов нет. Но теперь давайте еще раз проверим, что у нас все работает. То есть, вот я пишу, опять же, my second answer. Это работает. Но что, если я отправлю опять пустую форму? Посмотрите, у нас происходит ошибка. И далеко не сразу очевидно, в чем тут вообще дело. Ошибка эта говорит о чем? Она говорит о том, что вот здесь на этой строке 38 метода each для nil не существует. То есть, иными словами, он мне говорит, что вот эта переменная не определена. Она все содержит значение nil почему-то. Почему? Ноги растут на самом деле вот отсюда, из этой строки. То есть, когда мы говорим render questions show еще раз, то нам нужно правильным образом установить все переменные, которые фигурируют вот в этом представлении. Но дело все в том, что переменную, которая называется answers, мы, дорогие друзья, с вами не устанавливаем нигде в этом методе. То есть, она, конечно, устанавливается вот здесь, в этом методе. Но в данном случае мы про метод show вообще не говорим. Потому что, когда мы говорим render, мы просто тупо на экран выводим содержимое какого-то представления и все. Поэтому нам нужно с вами обязательно взять вот эту строку и ее вот сюда вставить. Вот так вот. Потому что иначе переменная answers будет не определена. Это делать нужно только в том случае, когда вы говорите вот так render. Когда вы делаете redirect to, этого ничего делать не нужно, потому что redirect, это по большому счету, браузер пользователя перенаправляет на другую страницу, на другой маршрут. Этот маршрут заново обрабатывается, этот маршрут снова обращается к нужному представлению и все переменные устанавливает. Поэтому в данном случае все работает. Render ничего этого не делает. Он просто выдает какую-то разметку на экран, поэтому переменную определять нужно. Давайте нажмем обновить resend. И теперь мы видим, что вот все работает, вот наши ответы есть, сообщения об ошибке есть, все классно, все работает. Поэтому мы с вами только что сделали возможность написания ответа. Наверное, на сегодня все. И так получился достаточно длинный урок. Самостоятельно я советую попробовать сделать страничку, которая позволяет редактировать текст вопроса. То есть, чтобы здесь вместе с delete была кнопка edit, по нажатию на edit открывается новая страница с формой редактирования вопроса, чтобы этот вопрос можно было отредактировать. То есть, вам потребуется создать методы edit и update. Кстати говоря, в официальной документации Ruby on Rails Pro ассоциации все есть. В частности, вот ассоциация belongs to, как ее создать. Здесь, кстати, вот схемка очень такая простая и наглядная. Описывает еще раз, как эта ассоциация выглядит. Аналогично вот has many. И здесь, собственно, более детальное объяснение того, какие методы появляются, если вы создаете ассоциацию belongs to, в частности. Ну, единственное, давайте вот последний буквально момент, я сейчас быстро скажу. То есть, если сейчас нажать destroy ok, то он, видите, выдает ошибку constraint exception. То есть, иными словами, если так кратко говорить, он обнаруживает, что у этой записи, у этого вопроса есть, по крайней мере, один ответ, который в BD все еще есть. И чтобы не нарушать целостности данных, он нам выдает ошибку. Потому что, если мы сейчас этот вопрос удалим, то соответствующий ответ станет, по большому счету, сиротой. То есть, он будет ссылаться на несуществующий вопрос. Самое простое, что можно сделать, чтобы это решить, это сказать вот здесь, вот, dependent destroy. То есть, мы говорим, что если удаляется question, то нужно все зависимые ответы тоже удалить. Это сделается автоматически, очень удобная штука. Тоже советую такую строчку добавить. Давайте пробуем еще раз destroy. Вот, теперь это работает. И все соответствующие ответы тоже были удалены. То есть, он сначала пошел делать answer destroy, и только потом он пошел делать question destroy. То есть, он удаляет и то, и другое. Тоже вещь очень важная. Вот, теперь все, дорогие друзья. Задание на самостоятельную работу я выдал. В следующий раз расскажу, как его решить. Ну, и в следующий раз продолжим диалог по Ruby on Rails. Не забудьте подписываться на канал. Обязательно оставляйте комментарии. Пожалуй, стоп, потому что это помогает продвигать видео. Также подписывайтесь на Telegram-канал. Все ссылки будут в описании. До новых встреч, дорогие друзья.